Ой, здравствуйте! Меня зовут Аделя, я участница Йола Хаус. Вероятнее всего, сегодня будет интервью, а может и не будет, я не знаю. Вы об этом узнаете только в конце видео. Единственное, что я знаю, это то, что сегодня мы будем знакомиться с миром ТикТока. Пойдемте. Только что вылицезрели ступеньки того самого знаменитого Йола Хауса, который мы все так знаем и любим. Но у нас тут есть один интересный факт. Многие люди задаются вопросом, как же мы называем его? Хаус, дом, работа. Для нас хаус это дом, а дом это работа, в которой мы живем. Поэтому хаус самое лучшее название. Поэтому давайте же в него зайдем. Ой, что-то я отвлеклась. Так вот, добро пожаловать в мою комнату. Как вы можете уже заметить, тут очень много оборудования, очень много всяких штативов, всяких ламп, телефонов. Медведи также обитают. Это мой лучший друг. Медведь Мехмед. Я его ласково называю Мехмедь. Я его привезла из Турции. Подарила сама себе на день рождения. Как говорится, все сама, все сама. Также бросается в глаза серебряная кнопка от Ютуба. Там за 100 тысяч подписчиков награда это. Но уже скоро я надеюсь, что добью там миллион, потому что у меня 800 тысяч подписчиков на Ютубе. И дай бог, я уже в следующем интервью буду показывать золотую кнопку. Всем привет! Меня зовут Мистер Бум. Вы на канале Ель. Правильно, сказал? Отлично, знаешь, я все верно говорю. И вы сейчас на интервью. Йола Хаус, Мистер Бум и Мадмазель Аделято. Это моя кровать. Тут очень интересно. Тут лежит Чунгук. И я вот его так люблю. Всегда хочу проводить время с ним. Моя любовь. Ладно, это просто шутки. Я просто положила, потому что просто кинула постер. Мне некуда было его приклеить. Думаю, что в будущем будем еще с ним коллапиться. Будем кинтами. Вот так. Йола Хаус был создан 2 октября 2020 года. Мы начинали с нуля. Калибровка где-то месяц шла. Пока не привыкали, делали. Вначале мы были больше импровизаторы. Потом за нами уже выразился определенный стиль, почерк. И мы росли с нашей аудиторией. Аниме, игры, различные там жанры. Дуараву даже снимали. Аделя – это наш сейчас самый большой топ. Это флагман. Она лидер. Прихорашиваю здесь, работаю, думаю. Придумываю какие-то новые идеи для макияжа, все такое. Иногда балду гоняю. Иногда просто смотрю в зеркало. А иногда думаю о том, какая же у нас безграничная вселенная. Очень разные вещи делаю. Сама себе сделала укладку. Вначале были ребята у нас маленькие, 17-18 лет. Два года прошло. Это перед вами ветераны. Не смотрите на их простые взгляды. Это ребята, которые возрастом молодые, но душой, знаниями – это уже взрослые люди. И днем, и ночью, и вообще в любое время суток. В какой-то степени это моя гордость, потому что я привыкла работать всегда. Вот мне скажут, допустим, я вот проснусь, они скажут, накинь мне идею, я скажу, так, вот это, вот это, вот это, вот это, все, давайте снимать. Это как отработанная мышца. Так же, как и улыбка для камеры. Она отработана вот просто от и до. Я могу, там, в общем, повернуться, я вообще какая-нибудь страшная, там, я вообще, там, не знаю, что я делала в ужасном состоянии. Чтобы стать сильным, нужно все время тренироваться. Все время тренироваться. Безумие, дополненное креативом и плюс дисциплина, равно творческий успех. Окей. Hi, Adel. Окей. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 Adel입니다. 제 이름은 Adela? Ам, 사랑해요. 사랑해요. Thank you. Окей, bye. В тиктоке мы показываем лучшую часть себя, особенно у нас. Дело в том, что тикток делится на тематике. Некоторые блогеры снимают лайфстайл. Они показывают полностью свою жизнь. Некоторые показывают свою семью. Некоторые, там, снимают про лошадей, я не знаю. Некоторые про спорт. У нас идеальная картинка. Мы снимаем контент, где перевоплощения всякие, образы красивые. И у нас все прям идеальная сторона нашей жизни. Нет ничего лишнего. Нет никаких плохих эмоций. А если плохие, то они прописаны все. Как драматическое какое-то видео или же там что-нибудь печальное. Но с таким замыслом изначальным. Но самое интересное, что здесь все лидеры. Когда здесь приходит блогер с характером, и он иногда принимает их воспитанность за слабость. И гости бывают некоторые. Но когда они встречаются уже вживую, они понимают, а вы, оказывается, совсем другие ребята. Кстати, у меня есть песня, I don't care. Могу включить ее, если надо. Только где-то ты пригодился, братишка. Так. Я сама, кстати, сделала этот лирик Vidas. Могу включить ее, братишка. Все, импровизированный концерт окончен. Всем спасибо. Спасибо. Медведю отдельное спасибо. Все, всем спасибо. Всем спасибо. Давайте, все. И мы замахнулись. А чем мы хуже? Потому что мы казахи. Казахи же талантливые люди. Все казахстанцы талантливые люди. Я так считаю. Ну вообще, по возможности, я стараюсь убираться. Но как минимум раз в два дня. Это точно. А так, ну, надо убираться потяще. Как минимум заправлять кровать. Заправлять кровать, это важно. Потому что если ты не заправишь кровать, то там какие-то чакры закроются. С учетом чего-то, короче, там очень много всего. Но просто заправляйте кровать. Все нормально будет. Трудности всегда есть. Всегда есть. Недопонимания, ссоры, накопленные обиды. Просто садимся толпой и разговариваем. Я настоящая, только с близкими людьми. Я не могу сказать то, что я очень искренняя в ТикТоке. Ну, дело в том, что я не обманываю людей. Просто я показываю им то самое прекрасное, хорошее, лучшую часть себя. Я, которую хочу показать зрителям и на которую люди обычно смотрят. И либо они вдохновляются, либо они находят для себя что-то интересное в моих образах. Ой, и низкий заряд батареи. Вот это вот мощно. Вот. У некоторых людей вот низкий заряд батареи, а когда они смотрят, допустим, какие-то красивые видео, их батарея поднимается. И я считаю, что это тоже особый вклад. Нам повезло с родителями, потому что все родители заложили в них основу, знаете, такой консервативной части, что ты должен пробиваться сам. Ой, мне кто-то звонит. Сейчас, секунду. Это моя мама Гульнара Александровна. Очень серьезная женщина. Мама, у меня интервью, скажи привет. Привет. Всем здравствуйте, я мама Белли. О, все. Вам привет от мамы. Ладно, мамуля, я тебе перезвоню, люблю тебя. Перезвоню, ага, давай, давай. Давай, чмок-пупок, ага. Все, отлично. Уже успели поговорить с моей мамой, прикиньте. Это, между прочим, ни у кого такого нет. Это мощно. Моя мама очень понимающий человек, она очень добрая. Хочешь подстричься, стригись. Хочешь покрасить волосы в кислотно-зеленые, давай, я с тобой. К примеру, посмотрите на мои сережки, видите, два прокола дополнительных. То есть есть стандартный один и есть еще два. Мы сделали их вместе с мамой. То есть моей маме, она 68-го года, и она, несмотря на свой возраст, она очень молода. Она очень молода. Не хочу, чтобы моя мама когда-нибудь старела. 17 лет, девочка, одну в хаос, с мальчиками жить, ты что? Топ-клок-топ. Топ-клок-топ. Топ-клок-топ.